Друзья, сегодня у нас наш друг, товарищ, соратник Назара Валентина Игоревича, доктор технических наук, академик Международной Славянской Академии Наук и Искусств, член-корреспондент, вице-президент Кирилл Мефодиевской Академии Славянского Просвещения. И мы сегодня хотели поговорить, нам уже пошли здесь в WhatsApp поздравления с Днем Пионерии, вспоминать, так сказать, наше прошлое, и мы решили поговорить о молодежи. Мы этой темы уже немножечко касались, в смысле, уже касались, и не только мы, но решили сегодня еще раз к ней вернуться. Валентина Игоревич, вам слово о молодежи. О молодежи. 100 лет сегодня Пионерии. Всех поздравляю с этой замечательной датой, которая социологизировала нашу молодежь. Это был целый механизм, когда молодежь не была, как сейчас, вот она выходит в мир взрослых, и непонятно, кто ее ждет, где ее место, чем ей заниматься. А вот раньше это было, это была единая система, когда каждый человек был значим, нужен для своей родины, для своего дела. И все знали, что они пригодятся, что не будет лишних, не будет лишних. Вот, это самое главное. И тогда квартиры раздавались бесплатно, и тогда каждый был обеспечен рабочим местом. Это было гарантировано, гарантировано обществу. Сейчас мы, как бы, вот повелись 30 лет назад на эту заманку этого капитализма, что добрые капиталисты, добрые стяжатели, они, влекомые своей алчностью, сделают нам всем замечательно и чудесно. Чудес не случилось, не случилось. Случился кризис. Кризис капитализма, о чем говорят нам все теоретики капитализма. Даже он, соучредитель римского клуба, господин Вейкман, он выступил официально, что капитализм рушится у нас на глаза. Поэтому нам с вами сейчас задача стоит снова воссоздавать наш жизненный уклад нашей страны, нашего общества. И не надо нам слово плясать под чужую музыку, значит, пытаться примериться к западным этим порядкам, загрызи ближнего, обогащайся любой ценой. Кто не лох, тот не обогатился, тот лох. Вот это все не наше. Это надо прекращать. Это все и на Западе кончается, и они сейчас человек человеку, волк, сволочь, вот они сейчас за скудеющий вот этот пирог, они будут грызть друг другу глотки. Это не наш путь, это не наш. Наш цивилизационный путь, он другой. Это общее дело, это общее единое дело, общая судьба, общее историческое прошлое, общее лучезарное будущее. Так вот, что сегодня можно и нужно сказать в этот праздник? Нужно сказать о том, что как только мы перестаем плясать под чужую музычку и снова возвращаясь к самим себе, мы начинаем опять вот это свое историческое движение, которое вечно удивляло мир своими русским фюдом. Это и сталинская индустриализация, и прорыв в космос, и международные бомбы. Это вот все, что у нас было. Создание лучшей в мире технической интеллигенции, практически в полуграмотной стране. Технической, научной, творческой. Это все у нас в нашем будущем. Поэтому еще раз говорю, значит, сегодня ребята молодые, они вот на распутке, они не могут понять, куда им вообще идти, с чего, какие формулы учить, чтобы они нужны были, востребованы. Сейчас самая главная наука, которая может быть востребована, это наука о том, о понимании целого, куда идет наш мир. Как-то раз, значит, Иосиф Виссарионович Сталин, он не давал интервью, но говорят, что однажды ему одной иностранной журналистке удалось ему задать вопрос. И она задала ему ехидный вопрос, поскольку его называли академиком всех наук. Она задала вопрос, о какой науке конкретно вы являетесь академиком. Она прекрасно знала, что он учился только в духовной семинарии. Вот Иосиф Виссарионович подумал, подумал и сказал, я знаю только одну науку, это наука истории народа. Вот это самое главное, что на самом деле важнее всех формул и всех прочих дипломов. У меня много разных дипломов, но я сейчас хочу сказать, что сейчас важнее всех дипломов и именно понимание вот этой главной струны, главного нерва современного сегодня бытия – это именно то, что мы строим новую Россию. Мы снова возвращаемся к себе. Мы опять возвращаемся. На чем это основано, этот энтузиазм? У нас под ногами, да, самая богатейшая страна мира. 40% мировых богатств здесь. У нас трудолюбивейший, талантливейший народ. Понимаете, мы... Почему мы не живем богаче и зажиточнее, чем во Франции, в Германии, в Соединенных? Да потому что мы все время пытаемся приноровиться под чужую музыку. Это нас специально, понимаете, нас специально туда сводили, чтобы мы вот плясали под их дудку, да, чтобы им богатство это все уходило, чтобы они откачивали все эти капиталы и мозги, и молодежь, все на запад к себе. Все, закончилось. Сегодня этот мир, мир вот этого вот, град на холме, вот этот американский, сияющий, он заканчивается. Значит, все, кто сейчас думает, что там будет хорошо, в Европе хорошо, в Америке хорошо, вы ошибаетесь, в ближайший год-два остановитесь, остановитесь, не делайте ошибок, остановитесь и посмотрите, что сейчас будет происходить с миром Запада. Вот этот мир блефа, мир вот построенный на фикции, он будет рушиться у нас на глазах, еще раз вам говорю, так давайте же вот здесь, у себя, на своей родине, на этих богатствах создадим действительно удивительный мир, наш русский мир. Вот этот вот, который 190 наций, народностей, он в себя объемлет. И мы действительно удивим снова вот этими темпами роста, которые были при Сталине, вот этой удивительной гармонии и сплоченности на общую цель, на общую. А цель она такова, чтобы мы действительно жили так, что весь мир нам завидовал. Еще раз повторяю, я еще раз говорю, я не просто вот пропагандист, вам здесь рассказываю сказки. Я производственник, я тот, кто на производстве реально, реально это делал. 31 год в Сибири проработал, значит, реально заводы строил, целые кварталы жилья строил, образовательные центры для молодежи строил. Это все можно и должно делать. Самое главное, понимаете, мы качество жизни повышаем, и мы стиль жизни повышаем. Мы должны жить своей жизнью, понимаете, мы живем в гармонии с природой. Понимаете, если западники, они просто порабощают природу, едят природу, потребляют природу, у них это потреблятство, это смысл их бытия, да, вот хавать, все пожирать, это все. У нас смысл бытия, это в гармонии природы, надо наслаждаться природой. Жизнь, она одна, другое не дается человеку. Так вот, надо прожить ее так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Надо жить в гармонии со своим трудом, со своим делом, со своими близкими, со своими в любви, в семье, в обществе, понимаете, создавать именно эти гармоничные отношения, которые возвращаются тебя, наполняя вот этим чувством счастья, достатка, самодостатка, полноты бытия. Вот, так вот, еще раз говорю, это все мы должны строить. Так вот, молодежь сегодня, она, если она поймет вот эту историческую черту, которую наше общество перешло 24 февраля, у вас есть удивительная возможность сделать свой жизненный путь, свою карьеру блистательным, прожить блистательную жизнь. Еще раз говорю, не гоняйтесь за чужими целями. Определитесь сами на своей земле, насколько красиво мы можем здесь жить. Значительно лучше, чем во Франции, в Германии, в Дании, везде, вместе взятых. Еще раз вам говорю, очень напомню вам, Суворов Александр Васильевич, когда он проходил швейцарский поход, он проходил по Северной Италии, он тогда писал еще, что удивительно, насколько красивые пейзажи этих мест, но как бедно живут эти люди. Как бедно. Вот, Россия была значительно более богатой. Удивился первый посланник британский ко двору в Москве, в далекую, это при Иване Третьем еще. Он ехал из Архангельска в Москву, через Вологду, через вот эти северные территории. И он уже тогда написал своей королеве, что удивительно, как густо заселены, и как возделаны эти территории, и как зажиточно живут здесь люди. Зажиточно живут, в гармонии. Вот мы должны снова возродить нашу Родину. Еще раз вам говорю. И вы каждый, каждый из молодых сегодня, может сделать свою жизнь блистательной. И здесь не имеет значения, по сути дела, какой институт вы пойдете. Здесь не будет ошибки ни в чем. Ни формулы решают и определяют. Даже не наличие диплома, если есть он у вас или нет у вас, я вас уверяю. Вот. Сейчас имеет значение вот это самоопределение, вот в этом историческом потоке, в котором движется нас народ. Еще раз повторяю, мы сейчас на повороте. Вот после 17 декабря, после 24 февраля, у нас, когда запустился железный, Запад опустил железный страны. Наша страна, наше общество на историческом повороте. Вот понять это и начать мыслить категориями не своего маленького там захолустного счастья, как бы урвать там, обогатиться, вот здесь вот в уголке сидеть, этот пирожок под одеялом и себя кушать. Нет. Еще раз говорю, самый главный успех, он действительно в общем деле, в общем деле, когда мы начинаем мыслить категориями территории, территории, как нам жить в своем поселке, как нам жить, как обустроить нам район, как обустроить нам область. Это я не просто вам лозунги читаю, да. Самое удивительное, что когда мы начинаем решать задачу экономики территории, да, то экономически это более эффективно, чем то, что каждый у себя делает эту вот свою живопырку, вот эту маленькую отдельную, вот этот свой пирожок под одеялом. Понимаете, мы выигрываем системно за счет того, что мы можем создавать вот эти общественно-хозяйственные территориальные комплексы. Мы выигрываем экономически. Еще раз говорю, я говорю, как человек, который поднимал корпорацию именно на территориях нескольких районов Западной Сибири, 15 лет, и вот такой результат получил, чего и вам желаю. И люди у меня, работая в этой корпорации, государственной корпорации, государственный стержень, вокруг которого были частные предприятия, это сталинская экономика. Мы воссоздаем системно то, что нам Сталин показал в виде примера. Он показал пример и не закрепил его в систему, поэтому Хрущев, последователь, он обрушил все это, опротестовал. Так вот, наша задача сегодня, вот эти все наши достижения, нашего народа, их взять и сделать из них систему. Так вот, система состоит в том, что должен быть стержень государственной стратегии, и вокруг должна быть частная периферия, которая раскрывает таланты, способности каждого. Мы же все разные, мы же все люди разные, мы наделены разными свойствами, качествами, талантами. Так вот, новая вот эта система социально-экономического устройства, она раскрывает таланты каждого, и вот на этом основано повышение производительности труда. Понимаете, когда общество создает условия, что ты только работай, родной, вот что хочешь, делай. Хочешь пой, хочешь танцуй, хочешь там заводы строй, хочешь там нефть добывай, хочешь золото, хочешь хлеб сей. Вот к чему у тебя душа лежит? Делай, делай. Ты понимаешь, что только мы тебе, мы тебе только все условия создадим. Вот когда так вот строишь отношения, да, люди начинают действительно работать от души, они начинают жить в социуме. Это когда, это не когда вот как на Западе, да, когда молодой человек девушку приглашает в кафе, и каждый платит за свое кофе. Это не так. А это когда все общее, когда все праздники общие, и когда все, если что-то случилось, значит, это все общее. Вот это вот община, это смысл вот этого нашего русского человека, да, душой на распашку. Мы открытая система. Мы выбираем в себя вот всю вот эту красоту бытия, понимаете? Это вот смысл, это особенность нашего, нашей души русских людей, русского человека, русского мира. Еще раз говорю, 190 наций, национальности, это все русский мир. Вот мы все объединены вот этим вот общим мировоззренческим основанием. Вот. Так вот, как раз и хочу сказать, что вот сейчас для молодых удивительная возможность сделать свою судьбу, свою карьеру, личный жизненный путь блистательным. Просто блистательно. Стать директорами заводов, стать большими, словом сказать, это не уравниловка. Будет неравенство по труду. По труду будет неравенство. Люди, которые изобретают что-то, создают новое, они будут получать больше. Люди, которые работают эффективнее, будут получать больше. Это трудовое неравенство, это справедливо, это правильно. Так и будет. Вот. Будущее, оно удивительно, правильно. И вот это общество по принципам справедливости и очень высокой экономической эффективности, которая проистекает от того, что мы считаем экономику не живопырки маленькой, а целой территории. Внутри территории, в снег гарантированной на высокую эффективность. Это как хор, понимаете? Как оркестр. Не когда ты один на барабане исполняешься в пуги баха, а когда это оркестр, понимаете? Вот он создает единое целостное звучание, да? Вот тогда наибольшая экономическая эффективность. Я бы говорю, просто человек, который жизнь прожил и добился этого всего. Вот. Поэтому еще раз говорю, не бегайте за чужими вот этими манками, вот этими. Уже все у них само рушится. Остановитесь и помыслите. Вот подумайте. Смысл моего выступления, чтобы любой молодой, кто посмотрит, остановился, поразмыслил чуть-чуть. Ну, может быть, стало умнее после этого. Спасибо. Отлично. Эмоционально. Все по делу. У нас, мы о чем хотели поговорить? О молодежи. Что в Советском Союзе было? Вот маленький мальчик или девушка приходил, приходил в школу в первый класс, становились октябрятами. Где-то в классе в пятом, по-моему, становились пионерами. Пионеры в старших классах становились комсомольцами. Комсомольцы, это, так сказать, была школа для партии, советской коммунистической партии. Партия, там, программу открываешь, четко написанную цель. Строим коммунизм. Строим коммунизм. Это то-то, то-то, то-то. То есть, вся молодежь, она знала, что делает страна в целом и какой организации она принадлежит в данном случае. А что сейчас? Мы сейчас слышим о том, что капитализм закончился, и мы его хороним. Хорошо. Хорошо. Не прижился, плакать не будем. А что строим-то? Строим-то что ли? И самое главное для молодежи сейчас, Валентина Ильич, ты все правильно говорил. Но главное для молодежи, а она не знает, как, впрочем, и взрослые. Старый мир мы хороним, а про новую тишина. Государство, верховная власть срочно должна, срочно, не завтра, а сегодня, встать и сказать народ. Хороним капитализм, а строим там тот-то, тот-то, тот-то. Четко, ясно, понятно. Причем, не только там этим, понятно, кому там 50 или 60 плюс, но и молодежи. И тогда молодежь, она не будет смотреть на Запад, потому что там капитализм хоронят, а будут смотреть сюда, в наше будущее, на наши страны. Я считаю, это нужно аварийно делать. Значит, уважаемый Владимир, дело в том, что давай не будем давать рецепты верховной власти, они сами знают, что им делать, и они поступают по обстоятельствам, я вас уверяю. Обстоятельства таковые, вот они ведут себя наиболее соразмерно с существующим обстоятельством. Да это понятно, это понятно. У нас-то тема-то была о молодежи, и я говорю, чего не хватает молодежи, как прочим и всем остальным. Что мы строим. Ну, хорошо. Яркого образа будущего. Здесь вы абсолютно, я с вами согласен. Яркий образ будущего нам не сказала ни единственная Россия, ни кто другой из наших больших начальников. Какую же мы Россию строим? А вот, если серьезно к этому вопросу отнестись, то уместно вспомнить фразу Придриха Энгельса, что любое государство это аппарат принуждения в интересах правящего класса. Ну, сейчас вы корректнее говорите о социальных группах. Так вот, у нас с вами до заполичания, вот эти последние 30 лет, правящая социальная группа это капиталисты и олигархи. Это отраслевые олигархи. Не всегда они частники, как, например, Роснефть, там, Газпром. Они могут быть и государственными, но это олигархат все равно. Это монополии, это олигархи и отраслевики. Вот, и это спекулятивный финансовый капитал, в исполнении интересов которых выпускаются, например, облигации займа при профицитном бюджете, чтобы только обогонять... Мы сейчас в сторону от молодежи убежим. Сейчас в сторону возвращаемся к молодежи, к теме. Так вот, мы на этом историческом повороте, мы уходим от этого всего, как ни эффективного социально-экономического устройства. Мы уходим. Вопрос, куда же мы приходим? Где мы окажемся? Так вот, я об этом и говорю, что вот сейчас в этом и состоит творчество молодежи и возможность проявить ее, стать, ну, занять огромные должности, любые. У вас сейчас будет возможность личного роста безграничной абсолютно, потому что мы воссоздаем цивилизационную структуру всю, заново, снова. И она должна быть не новой, не вновь придуманной, как там Троцкий придумал, еще Кармарс придумал, еще кто-нибудь придумает, да? Ничего подобного. Как на Украине там напридумывали они всякое-всящее. Это все должно быть, это нужно все основываться на своих основах, которые народные основы создают мировоззренческий фундамент. Он из глубины веков идет. Мы русский мир должны свой снова строить, понимаете? Впервые, может быть, в истории. Потому что то мы были и Берии, которая там все окно в Европу открывала. Сейчас вот это окно закрыло, потому что мы на сквозняке на этом живем историческом непрерывно. Хватит уже, давайте сами собой станем. Вон Китай, он тысячелетиями сам собой, да, и вот он сейчас первая держава будет мировая. Кто в этом плохого? Вот почему мы-то так не можем себя зауважать, чтобы не плясать под чужую дудку? Вот еще раз говорю, надо понимать вот эту наши национальные особенности, наши черты и строить наш русский мир. Русский мир, он просто именуется русский, это 190 наций и национальностей. Четыре официальных религий у нас зафиксированы, как наши национальные религии. Вот это надо строить по принципам справедливости и высочайшей экономической эффективности. Вот как это делать, это отдельные ролики, это другой формат, сейчас не успею рассказать. Высочайшая экономическая эффективность, зажиточная жизнь, перспективы молодежи. Вот такие вот, кто это поймет и кто перестанет плясать под англосаксонскую дудочку. Потому что они-то вас используют. Вы-то для них расходный материал. Ну что вы верите, что эти добрые буржуи вам будут заботиться о вашем будущем? Да не будут они ни о ком заботиться. Вы у них исключительно как расходный материал. А мы будем создавать свой русский мир, где каждый человек это вселенная. Каждый человек имеет значение. Без меня народ неполный, как сказано. Вот каждый человек особенный. Для каждого будут созданы условия. Вот такую давайте создавать новый социально-экономический уклад. Экономический необычайно эффективный. Еще раз повторяю, я корпорацию создал, вот так получилось. И вам того желаю. Смотрите ролики, это отдельная тема просто. Все, спасибо. Ура, товарищи. Мне остается ваше время не только по-моему, Валентина Игоревича, о его регалиях вы можете посмотреть под этим видео. И подписывайтесь на школу здравого смысла, не только пионер. Подписывайтесь на нас в Телеграме, у нас два интересных канала, в Яндекс.Зене и ВКонтакте. Всем спасибо за то, что нас посмотрели, а Валентину Игоревичу за то, что нашел время и поделился своими мыслями. Спасибо, до новых встреч!